И в каждом городе, в каждой избе есть что-то своеобразное, удивительное, то, о чем не зазорно поведать гостю. Каждая из этих клеточек непрестанно растет, множится, совершенствуется. Жизни не хватит на то, чтобы коснуться и толики сущего. Южный Йемен, Таис, 2009 год, незадолго до Исламской весны. Даже до Исламской весны, в целях безопасности, путешественник был ограничен в передвижениях по Йемену. То, что я путешествовал по стране в одиночку с большой камерой, случай исключительный. С Усамой я познакомился на пути к вершине. Приехав ранним утром из прибрежного Адена в горный Таис, я устремился ввысь. Череда крутых улочек, и вот дома сходятся плотнее, лепятся друг к дружке, образуя ступенчатые лабиринты. В торе журчанию сбегающих по водостоку ручьев, отовсюду доносятся восточные мелодии. Здесь никто не спросит подаяния. Во взгляде и в походке, и в манере себя вести, уже с малолетства ощущается выдержанность характера, особое достоинство, уважение к путнику. Всплывают в памяти Грузия. Русские каменистые улочки, балконы, бегущая с гор вода. Кажется, будто я очутился на Кавказе. Однако домики расступаются, и словно бьющиеся о каменные утесы колючие волны, на передний план выходят заросли кактусов. Их тут много разных видов и размеров. Совершенно естественно приходит образ Южной Америки, предгорий Ант. Но вдруг снизу доносится певучий голос Муэдзина, ему вторит другой, третий, кажется, вы забрались уже очень высоко. Однако пение Муэдзина раздается и высоко в горах, все встает на свои места. Вы вспоминаете, что стоите на Аравийском полуострове, родине пророка, колыбели, ислама. Средняя высота Таиза – 1400 метров над уровнем моря. Гора Сабир возвышается над городом более чем на 3 километра. Тем удивительнее, задрав голову, наблюдать, как на невероятной крутизне, словно гнезда ласточек, лепятся домики. Собравшись силами, карабкаюсь выше и выше. И вот уже заметили меня сверху зоркие глаза ребятни. И один из них, самый проворный, спускается по скалам вниз, чтобы показать путь. Усама появился не сразу. К тому времени окруженной ребятней я уже вскарабкался в поселок, и кто-то принес мне ковш прозрачной ледяной воды. Это пионер организация. Да, мой имя. Усама. Усама. Нет. Усама Би-Ладен? Нет, нет. Усама Би-Разак. Ааа. Би-Разак Саид. Да. Ааа. Усама Би-Ладен. Усама Би-Ладен. Усама Би-Ладен? Да. Не, Усама Би-Разак. Аминь. Живу. Аминь. Аминь. Нышь. Здраннях. Хотите посетить России? Да. Всем привет. Здравствуйте. Спасибо. Я люблю, чтобы чтобы проходить в России. Да. России. России, Канталица, красивый. России. России, Канталица. Да, да. Вы человечество. Да. Это парень. Это парень. Его имя Мухаммад Абдулссалам и Абдулла Амад Али. И Мухаммад Саид. Это парень. Да. Это парень. Это парень. Убез? Иосифа. Иосифа Аплюлса. Это парень. Это парень. Абдулуда! И talk at that up. Еминцы живут как жили их предки, немало не заботясь о том, что думают о них другие и не стараются произвести выгодное впечатление. Они говорят о себе. Все мы бедуины, а каждый бедуин сам себе султан. Йемен почти не знал европейского господства. В Йемене нет следов европейских цивилизаций, римских и греческих храмов, памятников Византии или крепостей крестоносцев. Здесь руины собственных цивилизаций. Да. Это брат. Это масштаб Акса. Здесь, в горном Йемене, на горе Сабир, отдают дань почтения Аль-Маджид Алякса, мечети, расположенной на храмовой горе Иерусалима. Это третья святыня Ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине. Ислам связывает с этим местом ночное путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим, Исра и его вознесение на небеса. Мирадж. Моя ребя. Ее имя – Мухаммед. Моя две. Это очень глубокий, как вы можете строить? Это очень сложно строить. Где-то очень глубоко, казалось, в недрах самой земли, но и совсем близко у ног, плыла, вспыхивала, колыхалась необъятная зарева. Мириады спутавшихся в единый клубок огней. Одни огни вспыхивали, другие гасли. Казалось, будто неведомый темнокожий великан перебирает громадными ладонями в развершейся пещере Алибабы россыпи сверкающих жемчугов. В тот тихий вечер, незадолго до захлестнувшей Йемен войны, Усама поведал, что желает стать журналистом, желает продолжить после окончания школы обучение в Адане, Сане или Эль-Мукале. Как бывает в тропиках, солнце поднялось из-за горизонта стремительно, придав знакомые очертания горам и раскинувшемуся у их подножья городу. Заглянул попрощаться спешащий на работу в Таис отец Усамы. Легко сбегали по горным тропам облаченные в черные женщины. Прихватив стопку тетради и книг, устремился в школу и Усама. Слегка опоздавший по причине моих проводов, Усама постучал в класс, представив меня учителю. Стоя на школьном дворе, мы совместными усилиями, с большим трудом пытались записать адрес школы, ограничившись в результате названием «Горы». Я... 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 Средних лет учитель спрашивал что-то об острове Сокотра, где я недавно побывал. Радостные, незапланированные перемене ученики, мальчики и девочки, повскакав с мест, радостно толпились в проходе. Субтитры сделал DimaTorzok Вослед за терактами в США, имя Усама превратилось в олицетворение терроризма. Но Усама бен Ладен всего лишь один террорист, который к тому же мертв. На самом деле Усама – красивое арабское имя. Тысячи и тысячи добропорядочных людей по всему миру носят имя Усама. Эти люди живут в мире с окружающим пространством.